Первоуральцы могут узнать историю зарождения парфюмерии в России и мире, а также послушать легендарные духи. В инновационном культурном центре открылся музей охота за ароматами. Это вещи бабушки, это вещи тети, это вещи мамы, это вещи, которые мы привозили из Болгарии, из Польши, из Португалии, из Франции. Нам помогли коллекционеры Свердловской области, которые пополнили эти витрины своими тоже образцами. Вот Анжелика Варум. Если вы откроете интернет, там в первых же сайтах, в первых же ссылках будет написано, что создан в 1996 году французским парфюмером Жаком Кавалье. А на самом деле Анжелика Варум были созданы на фабрике «Уральские самоцветы». Аромат Анжелика Варум, рассказывают на выставке, сочетал в себе ноты ландыша и трав, а певица сама приезжала на фабрику для дегустации запаха. Эта история лишь одного из почти тысячи экспонатов, представленных на экспозиции. На полках знаменитые духи зарубежных и отечественных парфюмеров. Рядом антураж экспозиции дополняют высокоточные копии работ художников эпохи Возрождения, киноплакаты 70-80-х годов прошлого века, антикварная посуда, техника, косметика и обувь. На выставке можно и услышать легендарный парфюм «Шанель», «Диор», «Красная Москва» и «Утренняя заря». Выставка «Охота за ароматами» будет открыта в Первоуральске до 2025 года, и все это время ее планируют дополнять новыми образцами. В каждой семье есть своя ароматель, в каждой семье есть свои какие-то традиции, табу, связанные с запахами. И вот как раз эту часть культуры, эфемирную, которую мы храним в памяти, но часто не можем доказать материально, вот этому и посвящена выставка. Экспозиция построена так, что мы начинаем от 1820 года и до наших дней. Можем посмотреть, как развивалось, какие были флаконы, то есть как мы со всем этим знакомились и к чему пришли сегодня. Было очень интересно послушать таких людей, которые именно сами коллекционируют, делятся своими впечатлениями, были на производстве и так далее. Это очень интересно. Спасибо.